Вопросы? 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 В середине прошлого века, в конце тоже. Мы читаем все книги, где-то находили редкое слово, сколько из них надо перестать, чтобы найти пример. А сейчас корпус в интернете вошел вам, в форму корпуса, научных, ненаучных, и сразу нашел пример, и вот он уже есть. Так что методы меняются абсолютно, но эти методы не готовы применять, и в замечательном корпусе тоже. А у нас, когда что-то происходит. Да, значит, я сейчас перейду в руке Антон Владимирович, по очереди. Антон, вопрос, кроме того. У меня, конечно, вопрос такой. Такая фактически, ну, как наиболее типичный вариант словарей, приводить в словаре алфавита. Для многих это единственный фактически знакомый словарь. Дело в том, что, однако, самые древние словари, например, шумерские и санскритские, были не алфавитные, были построены часто по тематическому принципу и по тематическим группам. Соответственно, на мой взгляд, у любого человека, имеющего дело с информационной технологией, понятно, особенно с Википедии, понятно, что именно для вопросов, которые связаны с семантическими словарями, например, сколько в том или ином языке обозначений цвета, сколько в том или ином языке обозначений какой-нибудь группы понятий, а именно интернет предоставляет новые возможности. Потому что вопрос, например, что означает то или иное слово, они не единственные, которые могут отвечать словари. Соответственно, у меня, может быть, вы расскажете о секторе того, как это можно развивать, более сложные вопросы, которые задаются в себе дома. Потому что предполагается, насколько я понимаю, что читатель, ну, обычный он читатель, но прежде всего интересный, простейший вопрос, как пишется слово, что он означает. А вопросы более сложные, ответственность в составлении языков, подробности техниных понятий, развития техниных понятий в разных языках. Они интересуют получать, прежде всего, специалистов. Но я не знаю, сколько это справедливо, я может быть, не специалист, но, может быть, иногда... Мне тоже было бы интересно получить более простые и удобные ответы на эти вопросы, не занимаясь там много лет поиском литературы. Как-то можешь помочь интернет-технологии. Да, спасибо. Ну, вопрос был вон, я не могу сказать, что это удобно. И первое, что это действительно, существовало традиция, это огня. Это две традиции основных, традиция алповитного шлоя и традиция тезорожного шлоя. Тезорожный, который на квалификации понятий, но, надо сказать, что в бумажный ток, конечно, убедил алповитный шлоя. Тезорожный шлоя и вторая следка, есть из них знаменитые, скажем, самые интересные шлоя, шлоя, оружие, так называемые. Но в чем этапа тезорожного шлоя, потому что они подразумевали, что мир можно классифицировать. И в частности, тезорожный шлоя сказали того, что там можно ввести некие там 7 или 15 неких классификаций. Дальше они будут длинцеприться, и мы дойдем на доконкретное слово. Это не так, и мы, конечно, не устроим таким образом, и, более того, обычному, по-моему, обычному считаю, что это не нужно. И ему проще найти слово алфавите, чем думать, в какую более высокую категорию это слово относится и не устроится. Ну, тезорожный шлоя, на самом деле, конечно же, для ростоты снабрали себя алфавитным указатом, что он может не мучиться, а найти слово соответствующим образом, что будет строительство. Мне кажется, что сегодня это представление вообще снято. Потому что, если мы имеем дело с 13-го рю, то концов на поверхность, а в угне, выводите нужное вам слово, но по кошку. И они читают эти слова подряд на листах, и не листают его, чтобы найти это слово. И слово «ищет программа», а не «быть». Так что сегодня мы даже не можем говорить о алфавитном порядке, как хранится эта информация в архиве. Это, конечно, не помневая. Конечно, она там хранится не алфавитный. Теперь, вы опять повторяете то, что я сказал, что информация должна быть по договору. И совершенно понятно, что, ну да, я не знаю, цифры первого совершенно предпомнюю. О том же, предположим, есть 100 запросов о словах. Совершенно очевидно, что подавляющее количество запросов, ну скажем, 90, будет о том, как написать это слово. То есть вот подавляющее количество запросов будет реально просто о партографии. Дальше, там, 7 запросов, предположим, будут о том, что значит это слово. И только там, 3 условия, вообще, рейтинг, это статистическое мнение. 3 запроса будут более изысканными, с каждым происхождением слова, о том, как менялось значение слова, или еще что-то, придумать разные интересные вещи. В языке мы можем, да, и странного рода, аспекты слова, и частью слова, и кардизма, и еще много чего. Но это очень маленькое количество запросов. Мне кажется, что как раз надо исходить с простой вещью. Если максимальное количество запросов по написанию, то и эта информация должна удаваться. Если человек хочет получить еще дополнительную информацию, скажем, значение слова, то он нажимает еще раз кнопку и получается. Если он хочет какую-то более известную информацию, то, наверное, для ней более часто частотные запросы такого рода тоже должны быть простые кнопки, а для ней только это уже диалог. И мы видим это по справочным службам русского языка. Скажем, вот эти службы есть разные, но вот самый крупный, это грамм, но в которую я уже называл, и грамм, ру, и т.е.буки. Берешь, хороших курсов. Но они выкладывают акцию своих вопросов. Там есть очень интересные вопросы, на которые программа автоматически ответить не может. Тех, кто будет диалог, пока человеку, но он никак не диалог с программами, они такого рода, но это уже сложный вопрос. И вот мне кажется, что для интернет-сговорянки, надо эти уровни выделить, то есть отчасти они могут основываться просто на читателях вопросов. И как устроить слова «заосно» или «алфавитно» неважно. Он хранится в компьютерной форме. Это не отцифрованное алфавитное слово, это некая новость. Кроме того, по этому слову должен быть поиск. Вот такие интересные вопросы вы бы сказали. Какие названия цвета есть в «зросском институте»? Вот этот вопрос. Ну, вот эту информацию можно сосучить, если поиск умеет искать в толковании, где, скажем, красково-краски написано, цвет, дальше обновление. Красково-зеленый цвет, обновление. Вот там компьютерная программа выдаст все слова на статьях, которые используются в «зросском институте». И это сегодня уже работает даже для бумажных словей, но это некая отдельная задача, которая, мне кажется, в компьютерном слове решается гораздо проще и интереснее, как можно получить. Разные ровно-непривиальные программы словами. Продолжение следует...